Всем добрый день, меня зовут Фадеев Андрей, я заместитель директора данного ресторана. Наш ресторан был открыт 27 октября 2013 года, совсем недавно, вот нам уже полгода. Ресторан уникальный по многим особенностям. Ну, во-первых, ресторан с производственной платформой Made4U, это приготовить все своими руками. Сердце платформы Multipoint, вы видите, да, разделение обычной старой нашей концепции. Следующее, в обслуживании появились у нас киоски без наличной оплаты, пожалуйста, обратите внимание, они здесь находятся. Конечно, конечно, подходит, выбирает русский язык или английский нужен, ну и начинает с категорий, нажимает любую кнопочку, аппарат спрашивает в зале заказа или на вынос. После чего выбирает нужные себе номинования. Делает заказ, соответственно, проверяет заказ и оплачивает его самостоятельно в карты. После чего выходят чеки и он проходит в зону выдачи заказа, где его получают, выходит, кушает либо здесь, либо с собой. Все, соответственно, здесь с аппаратом все вам ясно, да, я думаю. Ресторание 164 посадочных места, в самом ресторане на летней площадке 120 посадочных мест. Пройдемте давайте в зону МакКафе, да. Обратите внимание на наш меню гор. Я хотела сказать, что когда мы начинали 25 лет назад в МакДонус на Пушкинской, Ирина может меня поддержать, да, если есть какие-то вопросы. Мы начинали с порядка 20 наименований в меню. Но поскольку мы развиваемся, мы слушаем наших посетителей, мы вводим то, что посетителям интересно, на сегодняшний день в нашем меню порядка 100 наименований. Вы увидите, естественно, наш самый главный сандвич, самый популярный сандвич это Биг Мак. Картофель фри это еще один самый популярный продукт, который есть в нашем меню. На сегодняшний день порядка 85% ингредиентов мы получаем от российских поставщиков. Как Ирина сказала, у нас есть больше 100. И на сегодняшний день в нашем меню вы увидите сандвичи и с говядиной, и с курицей, и с рыбой. У нас есть, мы вот из новинок, которые постепенно вводились в меню, обратите внимание, у нас есть салаты. Есть то, что касается детского меню, мы также его продолжаем вводить новые и новые блюда в состав детского обеда. Например, для того, чтобы сделать сбалансированное питание, в том числе и для детей, у нас в состав детского меню могут входить и яблочные дольки, и морковные палочки, соль, вода и так далее. Вообще, позиция компании в плане питания такая. Мы хотим, чтобы все наши поселители были в хорошей форме для того, чтобы правильно питаться. Что нужно? Нужно, чтобы был качественный и безопасный продукт. И об этом мы будем сегодня говорить много и во время посещения поставщиков, и во время производственного процесса. Еще один очень важный момент. Люди должны знать, что они едят. Поэтому на сегодняшний день... Можно мне лесок, пожалуйста, подводить? На сегодняшний день вы обратите внимание, что компания предоставляет информацию о пищевой и энергетической ценности всех своих продуктов. Потому что мы хотим информировать наших посетителей о том, что они едят. Это вещь необязательная. Но тем не менее, мы, как социально ответственная компания, решили, что это важно. Поэтому на упаковке продукции, на листовках, на подносах и на нашем сайте люди могут увидеть всю информацию о пищевой и энергетической ценности тех продуктов, которые они покупают. Более того, если вы пойдете на наш сайт, magdomos.ru, там есть такой калькулятор. И вы сможете завести некоторые свои параметры. И сайт выдаст вам рекомендации по тому, что значит балансированное питание именно для вас. Примером, из меню, в том числе и нашего, Magdomos. Пока мы тоже еще здесь, я хочу обратить ваше внимание на эти красные коробочки. С 1995 года у нас работает благотворительный фонд. Макдоналд стал инициатором создания благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда». Об этом мы будем говорить завтра поподробнее. Цель этого фонда проста – помощь нуждающимся детям. У нас есть несколько проектов, о которых я буду говорить завтра. И вот с помощью вот этих коробочек наши посетители могут участвовать в наших благотворительных программах, поддерживать благотворительные проекты, которые направлены на поддержку детей в России. То есть там мелочь, которую они получают на сдачу, они могут сюда ее помещать. Это будет во всех ресторанах, в том числе и в Северском регионе тоже. Андрей, извини, я тебя перебила. Можно дальше. В ресторане присутствует концепция Маккафе, поэтому давайте пройдем, наверное, туда и посмотрим, что находится там.